Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет про анемию. У многих людей есть это состояние, сейчас уже и у детей, и потому пора осветить эту тему, чтобы у вас не было ошибок, вы знали, что это такое и как с этим справляться. Данная проблема в наши дни характерна для очень многих людей, но вместе с тем есть и полное непонимание данной проблемы. И вот сегодня из данного видео вы узнаете, что такое анемия, виды и признаки анемии, механизмы и последствия такого состояния, в чем причины анемии и как ее устранить. В конце видео я дам вам конкретные советы, как поднять уровень гемоглобина, увеличить количество эритроцитов, устранить анемию. Коротко о сути анемии. Анемия или малокровие не является заболеванием, как некоторые думают, а является симптомом, который сопровождает многие болезни, который и нужно выявить. Поэтому лечение анемии должно начинаться с выявления причин, то есть заболеваний, которые вызвали эту анемию. Ну и разумеется, с лечения тех заболеваний, которые привели к анемии, а анемия уже пройдет сама. Но тут есть нюансы, о которых я сейчас вам и поясню. Анемия характеризуется низким уровнем гемоглобина в крови с уменьшением количества эритроцитов. Гемоглобин, как известно, отвечает за перенос в ткани кислорода, поэтому анемия или малокровие приводит к нехватке кислорода в тканях, что в свою очередь может привести к серьезным последствиям, особенно для головного мозга, сердца и других органов и тканей. Такое состояние гипоксии допускать нельзя категорически ни в коем случае. В этом самая большая опасность анемии как симптома. Обязательно смотрите мою лекцию гемоглобина и хлорофила, она будет под этим видео по ссылочке. Чаще всего анемия сопровождается такими симптомами, как бледностью кожи, так как эритроцитов мало, сильной утомляемостью и слабостью, головными болями, одышкой при обычной работе, учащенным сердцебиением, ну и головокружением. Еще раз, дорогие товарищи, от кислородного голодания в первую очередь страдает головной мозг и сердце, поэтому могут быть инсульты и инфаркты, так как развивается гипоксия и сердечная недостаточность. Каковы же механизмы развития анемии и каковы последствия? Во-первых, разрушение эритроцитов в крови. Эритроциты живут 120 дней в среднем. И если жизненный цикл эритроцитов сокращается, то есть живут они уже менее 120 дней, то развивается особый вид анемии, гемолитическая анемия или гемоглобинопатия. Второе, это процесс нарушения синтеза гемоглобина и образования здоровых эритроцитов. Вот такой механизм образования анемии развивается при некоторых дефицитных состояниях. В первую очередь, витамина В9 фолиевой кислоты, при недостатке железа, и что очень важно подчеркнуть, при недостатке витамина В12. Обязательно посмотрите мое видео про В12, короткое, и если потом захотите, длинное. Что крайне интересно и очень важно для понимания, такой механизм развития анемии возникает при увеличенном количестве витамина С, который блокирует действие витамина В12. Они антагонисты, имейте это в виду. Поэтому важно знать для тех, кто принимает витамин С, никогда, во-первых, синтетически не принимайте. Во-вторых, есть жидкий органический витамин С, и его нужно принимать за 2-3-4 часа до принятия витамина В12. Учтите, это очень важно. Никакие поливитамины не принимайте никогда. Там очень много таких антагонистов. Это, конечно, жуткая маркетинговая рекламная профанация и только вред. Поливитамины ни детям, ни сами никогда не принимайте. Третья проблема. Потеря эритроцитов, особенно большого количества, приводит к сильной степени анемии и характеризуется, как правило, очень сильными кровотечениями. Это могут быть какие-то травмы, порезы, после операций. Это могут быть геморроидальные кровотечения или кровотечения премесячных у женщин. Есть основные причины развития анемии, вот они. Это употребление большого количества молочных продуктов. Это, конечно же, наличие глистов, то есть паразитов, гельминтов в организме. О чем я говорю и бьюсь уже долгие годы. И это 95% всех причин наличия анемии. Посмотрите мою хотя бы короткую вот эту лекцию о паразитах, но если захотите, то вот эту потом длинную. Вы должны разбираться в этой крайне важной, жизненно важной теме. Ведь анемия – это всего лишь малая часть проблем, которые могут быть из-за наличия паразита в организме. Еще одна причина – это как раз дефицит некоторых витаминов и минералов важных. Перенесенные респираторные заболевания, такое тоже бывает. Это различные заболевания костного мозга, где происходит сборка эритроцитов. Это могут быть и опухоли в том числе, поэтому обследоваться необходимо. Ну и, конечно, это недостаток железа, если уж совсем его вы не получаете из продуктов питания. Диагноз анемии должен поставить, конечно, гематолог и эндокринолог. Потому что признаки некоторых анемий можно спутать с гормональными сбоями. Необходимо выявить причину анемии, сделать все исследования, установить диагнозы, которые вызвали анемию. Ну и правильно назначить лечение. Сейчас пару слов о патогенетическом критерии распространения анемии, как патологии. Ну, во-первых, железодефицитная анемия. Понятно, нехватка железа. Дисгемопоэтические анемии. Это нарушение кровообращения в костном мозге. Постгеморрагические анемии. Это от потери крови. Гемолитические анемии. Это от разрушения эритроцитов. Ну и B12 и фолидефицитные анемии. Соответственно, от недостатка этих витаминов. Кроме этой классификации, различают еще апластическую анемию и талосимию. Текстом сейчас пойдут признаки при разных стадиях и разновидности анемий. Эти признаки вам будет не лишним знать. Некоторые признаки, как я уже говорил, легко спутать с некоторыми гормональными сбоями. И это врачам при исследовании надо учитывать. Но можно спутать признаки анемии с простой хронической усталостью. Хроническим недосыпом. Конечно, необходим анализ крови с определением количества эритроцитов в крови. С количественными характеристиками железа. Кстати, а на гемосканировании можно узнать не только количественные, как при анализе крови, но и качественные характеристики эритроцитов. Формы, конфигурации, слепания и так далее, что очень важно. И это может помочь выявить точно диагноз. Только лабораторные исследования могут показать степень анемии. И возможны причины ее возникновения. Лечение анемии начинается с выявления причин степени падения гемоглобина. Ну а дальше специалисты уже рекомендуют тактику лечения. Разумеется, при выявлении заболевания, которое привело к анемии. Необходимо вместе с устранением причин, приведших к анемии, обязательно принимать микро-макроэлементы, витамины, которые необходимы для вообще кровеносной системы. Сейчас я дам несколько доступных всем рекомендаций. Возьмите один стакан клюквенного сока, возьмите один стакан свекольного свежевыжатого сока, перемешайте, добавьте туда полстакана качественного меда. Лучше всего дикого, бортевого. Это действительно уникальное лекарство. Хорошенько все перемешайте. Сутки пусть все это постоит в тепле. Ну, в обычной комнатной температуре, только не на свету. Потом поставьте это все в холодильник. Разумеется, все должно быть в стеклянной банке. И принимать эту смесь по одной столовой ложке до еды три раза в день. Допустим, за 20-30-40 минут до еды. Принимать, пока банка вся не кончится. Одновременно в эти же дни принимать свежевыжатый яблочный сок, желательно из кислых сортов яблок типа Антоновки, по полстакана три раза в день, после еды через 30-40-50 минут. Но обязательно нужно сделать так, чтобы после выжимки отжатия сок постоял 2-3 часа. Можно дополнительно пить по полстакана разведенного один к одному водой гранатового сока. В пище употреблять больше красной капусты, красного лука. Обязательно проростки брокколи. Я это очень рекомендую. Посмотрите мое видео про брокколи. Спирулину, сок проростка пшеницы. Очень важные компоненты там содержатся для кровообразования. Малина сезонно, безусловно, полезна. И особенно вишня. И вишневый сок. Можно его пить по полстакана три раза в день. Но после его принятия обязательно чистить зубы или хорошо прополоскать. Можно содовой водой. Ну, чтобы не разрушалась эмаль зубов. Обязательно принимайте витамин В12 в виде метелкабаламина. Витамин Д3, посмотрите это мое видео, и цинк. Не должно быть дефицита магния. Но его и не будет, если вы будете есть много зелени. Пить, например, зеленые коктейли, смузи зеленые. Или есть проростки брокколи до 50-100 граммов в день. Самих верхушек, то есть микрозелени. Заодно пройдет и кровоточивость, у кого она есть десен. И не будет кровотечения из носа, если у кого-то они есть. Как правило, это бывает из-за дефицита витаминов К1, К2. А в брокколи их очень много, особенно в проростках. Сразу скажу, кто не в курсе, для новых зрителей. На нашем сайте nadgar.ru есть все, что я перечислял. Ну, кроме, понятно, аптечных препаратов, типа В12, Д3 и так далее. И еще, у кого есть возможность, я рекомендую принимать уже готовые, специально для этого сделанные, уникальные препараты, органические, натуральные. Это формула «Моя кровь» и активный жидкий хлорофилл, произведенный компанией Dualife, с которой мы работаем уже несколько лет. Президент этой компании, сам профессор, доктор. И эффективность данных препаратов очень высокая. Также я рекомендую принимать дегидрокварцетин. Это видео обязательно, кто еще не смотрел, посмотрите. Не обязательно, но очень желательно дополнительно принимать биокедр. Еще раз в завершение скажу, что все это вы можете приобрести на нашем сайте nadgar.ru. У кого нет такой возможности, можете воспользоваться советами, которые я дал ранее, по сокам. Дикий мед, об этом я не сказал, также есть у нас, причем несколько видов. Ну и на этом, пожалуй, все. Данную важную информацию коротко я вам изложил. Теперь вы будете это знать. Будете понимать, что снять симптомы это еще недостаточно. Нужно понять, каковы были причины, которые к этому привели к анемии в данном случае. Нужно устранить хотя бы вероятность серьезных заболеваний, которые вызывают анемию. И, конечно же, даже психологически каждому человеку важно знать, что нет, по крайней мере, очень серьезных диагнозов, которые привели к анемии. Поэтому пройдите исследования, анализы. Вот все, о чем я говорил, учтите. Выпишите себе на бумагу. Ну и, проходя исследование, если доктор сам вам что-то не сказал, укажите ему вот эти пункты, которые все-таки необходимо проверить. В наши дни, как говорится, здоровье в руках самих больных находится. А хотите, чтобы я снял отдельное видео по дикоросам? То есть, какие есть, как их заготавливать, сохранять на зиму? Если хотите, напишите под этим видео свой комментарий. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать, предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.